Два года семья из Омска разыскивает сына, которого призвали на службу в Дальневосточный военный округ. Рамиль Абдулин исчез из воинской части в Приморском крае. На месте остались его документы, телефон, деньги. Родители пытаются выяснить хоть какие-то подробности и уже не надеясь на помощь военных, рассылают письма по всему Дальнему Востоку. Репортаж Софьи Кореневой. 11 февраля 2017 года Гайдар Абдулин в последний раз разговаривал с сыном по телефону. Рамиль Абдулин, призванный служить в Приморье, рассказал, что недавно был на стрельбищах и у него все хорошо. Следующий звонок поступил 13 февраля от майора части. Военнослужащий сообщил, что молодой человек сбежал с полигона и пропал без вести. Если был бы жив, здоров, он нам позвонил бы. Все номера телефонов наши он знает наизусть. С тех пор ясности в деле об исчезновении не прибавилось. Гайдар Абдулин лично съездил в Приморский край и выяснил, что ухода военнослужащего никто не видел. Родители уверены, что с сыном что-то случилось. В Приморье в прошлом году произошло несколько происшествий с военнослужащими. По данным новостного портала ВЛРУ, из-за проблем с сердцем умер призывник, из окночасти выпал один контрактник, другой скончался от побоев. В Хабаровском крае в позапрошлом году во время учений оторвало руку офицеру. Узнать о состоянии военного в госпитале журналистам тогда не удалось. Сегодня неприемный день. Вы слышали, молодой человек? Вы слышали меня, что я вам сказала? Мы собираем и уходим. В краевом отделении комитета солдатских матерей говорят, что есть надежда, что Рамиль Абдулин жив. По опыту прошлых лет, если солдат пропал, то в большинстве случаев дело идет о побеге. Бегут из армии из-за неуставных отношений, потому что не хотят служить или находят возлюбленных. Боясь уголовного преследования, солдаты могут годами жить без документов. У нас были ребята, которые, допустим, у нас даже в аэропорту работали по 8 лет, по 10 лет, а потом приходили. И мы вместе с ними ходили и оформляли явку с повинной. Но уже прошел срок, были амнистии. Самовольное оставление части или места службы на срок больше месяца карается лишением свободы. Максимум на 5 лет. По данным комитета, сбегают сегодня и срочники, и контрактники. Сейчас в Хабаровском крае ищут военнослужащего, который взял отпуск, чтобы посетить похороны отца в Пермском крае. Но в поезд так и не сел. Есть информация, что после пропажи его видели в Хабаровском районе. Помогите, пожалуйста, чем сможете. По словам родителей Рамиля Абдулина, военные возбудили уголовное дело по факту дезертирства. Со своей стороны семья рассылает письма о помощи во все социальные сети. На официальный запрос журналистов в военной прокуратуре обещали ответить в течение семи дней, как установлено по закону.